Друзья, всем привет! Как вы, наверное, уже догадались по этим пакетам и коробкам, что я снова была на бесплатке. Опять очень много всего дали. Сейчас будем смотреть, что же такое интересное попалось нам в этот раз. Кстати, у них сегодня было намного меньше добровольных помощников, поэтому некоторые овощи и фрукты нужно было выбирать самим. Из овощей или с фруктов, не знаю, как это называть, я взяла только персики и арбуз. Там еще была капуста, можно было взять, и сладкая картошка батат. Но это я не стала брать. Капуста у меня еще есть, картошку мы такую не очень любим, поэтому взяла то, что нам нужно. Ну, а все остальное в пакетах и в коробке это уже давали, не спрашивая твоего выбора, просто клали в машину. Так что в этой коробке я вам покажу немножечко попозже. Ну, кое-что вы уже сами видите, но сколько и чего, это мы посмотрим немножко попозже. Сначала разберемся со всем этим. Что здесь? Две пачки сухого молока, один арбуз, как я уже сказала, большая вот такая курица. Кстати, в прошлый раз я вам сказала, что это петух, это не петух. Я не обратила внимание на правила написания. Здесь написано роустер, это как бы для жарки, а роустер пишется R-O-O-S и так далее. Далее по тексту. Так что это курочка. Так, три баночки вот такого овощного говяжьего супа. Сколько тут получается? Четыре баночки компотика этого, фрукты в соке. Две баночки моркови порезанной. Три баночки какой-то фасоли, рефрайт, я так понимаю, какая-то пережаренная фасоль. Я даже не знаю, что это такое. Первый раз вижу такое. Три баночки говяжьей равиолы в томатном соусе. Одна баночка порезанной свеклы. Баночка порезанной стручковой фасоли. Одна баночка черной фасоли. Так, три баночки чекен-нудл суп. Это куриный суп с лапшой. Очень вкусный, кстати. Неплохой. Опять две баночки кремового стиля кукурузы. Так меня они вынуждают найти рецепты, куда вы примените эту кукурузу, ее вернее. Две пачки макароны с сыром. Пачка свинины. Ну, как там, как тушенка. Они меня, кстати, спросили, я свинину ем или нет. Может быть, мне нельзя. Потому что они подумали, что я еврейка. Я говорю, я ем все, без разницы. Впервые дали пачку, или коробочку, у меня есть. Здесь 12 штук. Промерили все целые. Все целые. У такого небольшого они размера. Для этих стихон очень дорогие. Поэтому я им очень рада. Так, здесь ферсики. Пачка. Шесть штук. В одной упаковке. Финики. Пакет овсяных хлопьев. Манка. Вот такой томатный суп. Кстати, варила суп. Этот борщ. Добавила туда вот этот самат. Томат. Томат и эс. Все соединила вместе. Получилось самат. Добавила вот этот помидорный суп. И получилось очень даже неплохо. Кукурузные такие хлопья. Сухой завтрак. И молоко я вам уже сказала. Так, это то, что касается, что было в пакетах. Сейчас мы с вами разберем. И будем смотреть, что же в этой коробке. Опять два огромных стручка. Это не стручка, как называется, тапучка. Сельдерея. Уже приятно. Не знаю, что с ней делать. Вот, картошка. Эта вещь нужна. В прошлый раз жаловалась, что картошка дорогая. Они услышали меня. Так, здесь у нас было, ну в этой же коробке, пять початков кукурузы, такой большой скваж, два перца и упаковка лука. Я думаю, что в той коробке будет то же самое. Но сейчас открою и посмотрю. Вот такая была сегодня бесплаточка, чему я очень рада. Все нужное, все ценное, все пригодится. Если не мне, так другим. Да, друзья, в этой коробке все то же самое, что и было в такой коробке. Не знаю, почему они дают по две коробки на одну семью. Ну, так они решили. Видимо, очень много привозят с фермой. И они посчитали нужным давать по две коробки. Дают, бери. Я взяла. Что не использую сама, отдам другим. Ну, а сейчас я буду ставить, варить кукурузу и готовить завтрак. А на завтрак у нас сегодня будут кабачковые оладушки. Как вы уже догадались, я сегодня опять была на бесплаточке. Это в том месте, где дают сэндвичи. Но сэндвичей сегодня не было. Они сказали, их было очень мало. И так как сэндвичи любят все, то их быстренько все расхватали. Поэтому мне не досталось. Но я взяла тоже неплохие продукты сегодня. Сегодня часть они дали сами, приготовили. Уже было упаковано заранее. И часть я взяла сама. Очень много там баночек дают. Но у нас уже столько баночек, что я не стала брать то, что мне не надо. А взяла что-то новенькое. Итак, начнем с того, что они мне дали, что я не выбирала. Дали вот такую опять большую курицу. Упаковку яиц. Которая несколько раз у меня слетела с сиденья. Слава богу, ничего не побилось. Все яйца целые. Яйца сейчас это вообще... Снесла курочка, золотое яичко. Вот это про нас сейчас. Вот такая упаковка яиц около 3 долларов сейчас стоит. А была на 69, 79 центов. Вот примерно вот столько стоила. А сейчас больше 3 долларов. Поэтому у нас сейчас яйца золотые. Дали 3 персика. Персики это вещь хорошая. Баклажанчик дали. Люблю очень баклажаны. Зукини. Это будут у нас кабачковые оладьи. Велина их очень любит. Поэтому этому я обрадовалась. Вот такую большую упаковку морковки дали. Это что значит? Тут 1 килограмм 360 грамм. Это значит, что мы опять будем делать сок скоро. Так. И вот это то, что я выбирала. Бульон овощной для супа. Прекрасная вещь. Люблю пользоваться такими вещами. Это у нас... Ну, хватит тебе уже страдать. Успокойся. Для птиц ничего не дают. Только для людей. Все. Расслабься. Возмущается. Ему такой поворот дела не устраивает. Что-то надо и для него. Да, Васька, извини. Может быть, в другой раз. Так. Это у нас... Велина что-то хотела сказать? Нет? Это у нас кислая капуста. Прочитала, что... Очень хорошо от холестерола. Поэтому буду нажимать теперь на кислую капусту. Это типа как нашей квашеной капусты. Мне нравится. Неплохая она. У меня аж слюни бегут, потому что она кислая. Какой-то салат написано. Три вида фасоли. Салат, три вида фасоли. Не знаю. Никогда не пробовала. Очень хочется попробовать. Баночка грибов. Первый раз. Такое вообще дают. Это у нас микс овощей различных для супа. Всегда использую. Это бульон куриный у нас. Тоже для супа прекрасная вещь. Упаковка муки. У меня как раз белая мука заканчивалась. Немножко осталось. И вот, пожалуйста. Две упаковки вот такой вермишели дали. Очень хочется попробовать. Никогда не варила такое. Надо будет как-то посмотреть рецепты и сделать тоже с нее что-то. HelloFresh. Это, Елена сказала, очень хорошая компания. Посмотрим. И я взяла упаковку или как пачку овсяных хлопьев. Хотя мне и не надо. Но я это отнесу в церковь той бабушке, которая у нас печет печенье каждое воскресенье. Каждому воскресенье, я уже говорила, она печет какие-то различные овсяные печенья. Поэтому я и отнесу это. Так что вот такая у нас была бесплаточка сегодня. Жаль, конечно, что сэндвичей нету. Но надеюсь, что в следующий раз повезет.